друзья всем доброе утро гриша вон очнулся сейчас у нас 9 40 и сегодня мы поедем на этой машине соскучился честно говоря по этой машинке это у нас suzuki solio бандит гибрид вот поедем мы на ней в евпаторию вот поедем на ней сейчас в пекарню поедем на колесо обозрения и на какие-то старые аттракционы давай открывай все молодец так вот уселись багажник он положил от жары эту пленку вот так ведь сколько места для детей уйма уйма места можно в троих детей здесь посадить спокойно танечку можно было посадить здесь спокойно такая машина классно подождите секундочку так вот завелись пробег 108 тысяч я напомню что мы привезли 106 и 2000 километров мы проехали сюда то есть машина здесь уже будь здорова практически здесь не ездит тогда их по торе 30 км туда-сюда там раз в неделю вот так досмотр это опускать попробуй ну нажать вниз попробуй а вверх так наверное здесь заблокирована ну-ка а сейчас вот пускать поднимать стекло а мы сейчас кондиционер включим в общем пока горит синий огонек трогаться не будем прекрасная машина мне очень нравится ну вот начали движение хочу сказать что кондиционер очень быстро остудил машину вот что еще хочу сказать что в поселке мирном под евпатории в крыму не ловит тут на этой магнитоле без всяких конвертеров штатная обычная японская магнитола нифига не ловит ни одна волна радио ну и конечно машина после voxie значительно пожёстче вот так она очень хорошо и не очень нравится кстати вот расход 18 9 километров на литре ну то есть это пять копейками получается бабушка здесь ездит на этой машине туда жестковато на как она разгоняется хорошо вот мы едем 100 километров в час так сейчас чуть-чуть догоню соточку вот едем 100 обороты держится около 2000 смотрите как сидите сколько места то так вообще очень много я просто никак не нарадуюсь этой машине действительно вот это они молодцы придумали классную машину с таким вот интересным хорошим кузовом тойота тоже есть такие тэнк тойота тэнк или танк и у других каких-то производителей есть подобное вот но у них там идут двигатели литр а здесь все-таки 1 и 2 4 цилиндра не 3 получше будет 16 секунд и стартуем как же удобно пользоваться круговым обзором просто вообще очень удобно класс вообще класс видите вообще удобнейшая штука кстати вот видите красным горит вот здесь то вот я еду не пристегнутый она горит красным вот и информацию на экранчике переключить никак нельзя вот это пусть вот инфо нажимаю ничего не срабатывает а вот сейчас я пристегнулась вот и пристегнулся смотрите загорелась сразу белым и инфо стала переключаться тоже такой моментик машина bluetooth подключился с телефона вообще прекрасно и быстро без проблем каких-либо помыл сейчас машину на самомойке хватило 130 рублей 100 рублей на пену и воду и 30 рублей чтобы ее всю пропылесосить вместе с багажником вот так вот так в общем все классная машина мне очень нравится сейчас я еще протру и будет вообще красота кстати вот посмотрите как отображается передняя камера видите как с полосками назад тоже вот крутите видите вот слева мне нравится показывает сразу проедешь не проедешь и ворот колес задняя часть вот как будет ехать вообще вот и машина то да 800 меньше 800 тысяч обошлась в москве на февраль на март месяц 2021 года технологии японцы молодцы вы в солярисе день такой встретишь за эти деньги нет к сожалению друзья вот еще есть у меня такое колесо смотрим параметры купил я не знаю от хонды наверное это купил просто там с юлы или авито это 40 31 2g 15 h2 10 8 не знаю что это значит вот знаю что это 40 но вылет потом здесь по размерам 125 70 r15 вот сверловка 4100 должна быть вот и где-то смотри что я даже ее искал где сверловка написано фиг его знает вот и и и радиус 15 соответственно ну по идее должна встать хотя штатные у них вылет у них вылет 45 вот я сам честно не пробовал купил блин на 10к не пригодится вот но оно влазит прям впритык сейчас покажу вот я его уложил видите здесь еще есть такая выемка как бы вот сначала сюда его кладешь и потом уже здесь укладываешь и она вот так вот влазит и тут вот еще может тут палец от пролезет то есть у меня был выбор между 100 по моему был 125 80 еще было r15 но бред она была просто то есть смотрите вот настолько нор выше 125 80 то есть значительные я даже побоялся что он просто не влезть но мне кажется тут и реально как будто бы не поместится либо она будет немножко под углом стоять да надеюсь просто не пригодится никогда по дыркам померил так приложил колесо вроде все сходится ну вот наберете сами на свой страх риск я не знаю даже чего это просто купил так сказать наугад он все сверловка совпадает вылет ну не знаю вылет там на крайняк можно всегда на заднее колесо поставить там в принципе барабан и стоит поэтому должно влезть ну вот и все в принципе буду собирать багажник а с Продолжение следует...